Мы разработали вот этот вид держателя совместно с зеркалами, которое, опять же, соответствует всем требованиям КАМАЗа, всем требованиям правил 46, на которые мы ссылаемся в нашей работе. Здесь есть и электроподогрев, и электроуправление. В общем, все, что необходимо для комфортной езды водителей. Эту продукцию «Универсал Бобруйск» разработал специально для Камского автозавода в Татарстане. Пока отгружаются лишь пробные партии. Однако в следующем году предприятие, известное больше как «Общество глухих», выйдет на полную мощность. В год здесь планируют выпускать 20 тысяч зеркал. Инновационной продукцией уже заинтересовались и Питерский тракторный завод, и Белорусский МАЗ. Это практически последняя модернизация старой кабины Камазовской. Здесь на сегодня нам, конечно, государство помогло с приобретением вакуумной установки под эту программу, так как без нее мы не смогли бы этот проект реализовать. Позволит процентов на 30 увеличить объемы, а также будет возможность поднять и зарплату, и создать дополнительно порядка шести рабочих мест. Зеркала «Универсал» производит уже более 25 лет. Начинали с изделий для Минского тракторного завода. Затем линейка расширилась, и уже сегодня Бобруйское предприятие в своем роде основной производитель в стране, да и на постсоветском пространстве. Ежемесячно тут создают 45 тысяч зеркал. При этом сам процесс превоплощения обычной стеклянной заготовки в полноценную продукцию со знаком качества может занять двое, а то и трое суток. Заготовки стеклянные отправляются в печь, где под температурой от 650 до 780 градусов, в зависимости от размеров, мы придаем стеклу непосредственно ту форму, ту сферу, которая необходима. Получается из обычного стекла красивая заготовочка зеркальная, которую мы впоследствии уже защищаем слоем краски, слоем противоосколочной пленки, чтобы обеспечить полную безопасность. И удобство возителям. Далее уже непосредственно идет сборка зеркал. Помимо зеркал, общество глухих выпускает комплектующие изделия, которые поступают на конвейер заводов КАМАЗ, МАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш, Гомсельмаш, Амкадор, Бобруйска-Громаш и не только. Над созданием продукции с лейблом «Мейтин Бобруйск» трудится 350 человек, 60% которых – инвалиды по слуху. Но руководство с особенными работниками, несмотря на ограничения, находит общий язык. Об этом расскажем подробнее в программе «Итоги недели». Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.